Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 491-е упражнение. Необходимо списать, найти определительные местоимения и обозначить их падеж. Затем составить схему предложения с прямой речью. Итак, у всякого талант есть свой, у всякого родительный падеж. Но часто, на успех прельщаясь все чужой, хватается за то иной, в чем он совсем не годен, иной именительный падеж. Какой-то с молодой скворец так петь щеголенком научился, Как будто бы щеголенком сам родился, сам именительный падеж. И гривым голоском весь лес он веселил, весь винительный падеж. И всякий скворушку хвалил, всякий именительный падеж. А скворушка завистлив был к несчастью и думает, Постойте же, друзья, спою не хуже я и соловьиным ладом. И подлинно запел, да только лишь со всем особым складом. И словом разогнал всех птиц своим пением. Всех винительный падеж. И затем необходимо составить схему предложения с прямой речью. Обратите внимание, сначала идут слова автора, Затем двоеточие, прямая речь заключается в кавычке, И только после этого точка. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.